Вот в чем смысл приватизации? Основная цель, вот об этом никто не говорит, это что? Передать какие-то объекты в эффективное управление, это одна задача, или получить за это деньги? Это две разные задачи, они по-разному решаются, приводят к разному результату. Вы знаете, как показывает опыт, в условиях, когда это происходит в цитноте, в котором мы сегодня фактически находимся, это не дает того результата, на который мы рассчитываем. То есть передать в эффективные руки должно быть сделано таким образом, чтобы была конкуренция. А у нас продажи этих объектов, они не конкурентны, хотя и происходят якобы через аукционы. Но эти аукционы или условия аукциона выписываются тенденциозно под конкретных покупателей, остальные отсеиваются. То есть уже заведомо известно, кто станет победителем аукциона по приватизации того или иного объекта. Это уже неэффективно. Второе. Деньги, которые мы получаем от приватизации. Мы же продали за нашу новейшую историю достаточно много предприятий. Где эти деньги? Где они? Они ушли в дни бытие. Мы-то помним цифры. А где деньги? Они дали тот результат, на который был рассчитан. Они пришли в бюджет, они попали в оборот, в экономику. Что это произошло? Что дало это? Ничего. То есть разовая распродажа в нашей ситуации, в наших условиях не дает ожидаемого эффекта. Не будет толчка, того старта для экономического роста, пока не будут созданы предпосылки. Они не созданы. Просто распродажа приведет ни к чему. Передача якобы в частные руки может оказаться, то, о чем мы с вами говорили 5 минут тому назад, совершенно неэффективной. Когда потом мы вынуждены будем национализировать или заставлять работать в другом ракурсе, в другом направлении. Продолжение следует...